Здравствуйте, друзья! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Продолжаем готовиться к всероссийской проверочной работе 2024 года, которая обычно проводится с марта по май. Разбираем задание для 7 класса. Задание номер 3 – это анализ таблиц. Сейчас перед вами проходят задачи, которые могут встретиться в этом номере. Они несложные. Все упирается в чтение и понимание текста. Если у ребенка с этим нет проблем, то и задания окажутся несложными. А для разбора я выбрала вот какую задачу. Давайте ее вместе почитаем. В таблице указано время восхода и захода в солнце в Норильске с 14 января по 20 января 2019 года. По данным таблицы определите долготу дня в Норильске 14 января 2019 года. И дается пояснение, что долгота дня – световой день. Это время между восходом и заходом солнца. Ответ запишите в формате часы-минуты. И вот мы видим, что время захода в ВОД дается 13 часов 35 минут, а время восхода 12 часов 58 минут. Мы, взрослые, легко справляемся с таким видом задач. А у ребят с этим бывают проблемы, потому что они маленькие и счастливые, и часов не наблюдают. Давайте поможем им, как мы будем действовать. Из времени захода, а это 13.35, я вычту время восхода. Это 12.58. Тут будет немножко хитро, поэтому соберитесь, друзья мои. Итак, сначала действуем, как обычно, занимаем десяток. Из 15 вычесть 8, будет 7, пишем семерку. А дальше начинаем думать, из 2 мы не можем вычитать 5. Значит, надо что-то предпринимать. Я сейчас займу вот отсюда 1 час, то есть 60 минут. Добавляем сюда 60 минут. А было сколько? 20 минут. 60 плюс 20 будет 80. А 80 минус 50 минут будет 30 минут. Вот какая несложная схема нам пригодится для решения таких задач. И мы видим, что ответ 37 минут. А часов получилось 0. Мы же отдали сюда час, а 12 минус 12 будет 0. Поэтому и ответ запишем 0 часов 37 минут. Все, друзья, если информация пригодилась и понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. А если есть какие-то сложные задания, присылайте мне обязательно номер из учебника. Авторы учебника и ваш класс. Я вам помогу.